сейчас мы на этой потренируемся вы не ходите формовать, вам там никто не формует ничего в печку засовывают, но не формуют а что лучше, камешка или рогатка? то есть говорят срывает, но опять срывает тогда вот у меня и наверное у многих возникает вопрос все-таки где вы этому научились и как вот научиться другим специалистам? то есть вот тут когда работает поперек, он наиболее точно повторяет шаблон мастеру скажите, что не надо ничего вытачивать, вытачивать но нет перестука, это хорошо, вот как только тук-тук а если не дай бог три раздул старый дедовский способ, ну конечно не твой размер разумеется это огромные коньки, то есть он упирается всей стопой одновременно и пяткой, и серединой, и серединой, и передней частью то есть он давит всей стопой а вот таких ног не бывает, это нога борца с ума очень сильным переживом насчет того, что как бы мы ему не использовали ну всяко бывает не используем? да не должны а то новое придется покупать ну что уж делать а эти себе оставим, они хорошие вот что хорошо по сравнению с АЭС первыми вот карбона в общем-то не пожалели вот он вот карбона не пожалели это радует коньки получились жесткие, но скажем так, ну не то чтобы жесткие с возможностью сохранить жесткость ну как бы немножко есть ряд таких недочетов о них мы пока умолчим вот посмотрим, кстати, как вот после формовки они будут вести себя на ноге у игрока поглядим у нас какие уже такая же надежда? а ЭС-3 нет, мы пока еще, пока никто не катался если супинатор лепится, то вот таким образом для начала вот чтобы он почувствовал, как удобно, неудобно вот таким образом пальцами, руками еще раз, как бы что, как бы не рекламировали ультрасовременные, ультрамодные материалы карбон пока никто не переплюнул вот пока все остальное, в общем это ну все то, что пиарится на предмет того, что может заменить карбон это пока синтетика которая в целях экономии средств производителя ставится и рассказывается об их свойствах где-то в блоге там не в блоге, а на нашем ютуб канале где-то был комментарий о том что там в Баурия пластик ну не пластик, он синтетический материал, который якобы по характеристикам, по показателям но по характеристикам и показателям может быть все что угодно а вопрос как он работает на деле на деле он не работает совершенно, к сожалению вот поэтому то есть от характеристики показателей заданных на бумаге очень часто бывает так, что до реальных показателей очень далеко, очень сильно расходятся информация полученная на практике и полученная в сопроводительных записках от производителя жесткость жесткость но она состав смолы определенной ткань определенная поведение при воздействии температур различных сходи сходи а у нас еще одна пара есть для съемки сейчас мы на этой потренируемся не пугайтесь все будет я думаю нормально так что не в первый раз в принципе можно вылепить не будет необходимости в дорогостоящих стилях 50-е, 90-е годы с плоскостопием в армию не забирали вернее забирали но ограниченно годен человек был и забирали в морфлот вот в морфлот брали а почему в морфлот брали а в обычные не брали в морфлот в ботинках ходил а ботинки всегда с супинатором и вот если ботинки с супинатором то в них служить можно еще как-то с плоскостопием а в сапогах с супинатором нет в кирзачах соответственно это конечно для бойца убийство служить он не сможет вот здесь то же самое То есть у любых ботинок, если вы посмотрите Дорогие какие-то модели У всех есть супинатор обязательно Только вот у коньков почему-то его нет И опять же я не знаю Может вы не очень помните времена Восьмидесятые годы От плоскостопия прописывали Фигурное катание, конькобежный спорт, хоккей Реальная рекомендация врачей Но Еще не делали Сейчас сравним как раз Сейчас сравним Ну вот видите феном я грею издалека То есть я не подношу близко Чтобы не сжечь Чтобы не Спалить пластмассовые части Вот я укладываю шнуровку Шнуровку мы положили Шнуровку мы уложили Соответственно Ну ради прикола Можно кататься в них и без шнурков Вот он приобрел по факту форму стопы Сейчас еще сделаем чуть-чуть Но суть в том чтобы вы как бы сильно не переживали То есть вернуть назад Допустим если вы мял слишком сильно Вернуть назад это работа трех минут То есть тут даже и не Ну даже не повод Ну нет Я думаю что все будет нормально Но как бы то что Отыграть назад Это даже не повод для разговора Это ерунда Карбон он опять чем хорош Что его Если я разогреваю заднюю часть То греется весь конек теплопроводность То есть я уже могу и с супинатором работать И совсем Что переживает Да ребят я переживаю Конечно Не переживаю Только только в них это Только привык кстати Я кстати Реально только недавно начал кататься Буквально пару недель не скатался И только только привык Сейчас опять навыкать заново Нет Привыкать не придется Ничего не придется Вообще То есть будет По сути мне должно стать Лучше и комфортно Да Да Если игрок привыкает Дольше трех тренировок То по факту В общем это Ну плохой инвентарь Скажем так Крайне редкий случай Когда инвентарь Просто не подходит Ни его Ни первый день на коньках Одна тренировка И все А потом Как он Привыкать Вы будете открывать Как много вы умеете На самом деле На коньках И как они много могут С каждым днем Будете Открывать Находить Вот я не знаю Если видите Когда я заворачиваю Шнуровка немножко А как бы Передний край Чуть опускается вниз Немного То есть таким вот образом Будет удобнее А вот таких ног не бывает Это нога борца с ума В общем А вот ходим если формовать А вы не ходите формовать Вам там никто не формует Ничего Печку засовывают Ну вот Печку засовывать Но не формуют Если я езжу на машине На пассажирском сидении Я же не водитель Не шофер Максимум гонщик Ну в смысле штурман Но не водитель Это я просто К чему говорю А вот спецзаказные Если коньки Спецзаказные Ну вот по слепку Другое дело Да По слепку Это там Как бы работа Совершенно другая И В конькобежном сообществе Вы никого не удивите Кастомными коньками У нас дети бегают С второго взрослого разряда У нас считается Признаком плохого тона Кататься на серийных коньках Ну Серийные коньки тоже Они Производитель повышают Качество Они борются Конечно За потребителя Но в идеале Можно взять Чего попроще И не экономить Все таки Все таки Ну пришли Если люди В дорогой спорт хоккей Потом знаете Как показывает практика Дмитрий Юрьевич Как владелец Я думаю Не даст соврать Если приходит Действительно Безденежный человек Ну правда Тяжелое материальное положение Но очень хочет заниматься На начальном этапе На юношеском Начальном Возможность Всегда можно найти Стороны тренерского штаба Со стороны Ну что далеко ходить Только у меня Вон коньков Которые можно дать Какие-то шлемы Какая-то форма Я не вижу проблем Но опять Мы не говорим О коньках За 60 тысяч Допустим За 70 Ну Посмотрим Ну Факт то что Других коньков Все равно нет Даже если они не подойдут На тренировку Не пустить Мы вас все равно Не сможем Вот Но у нас Мы настаиваем На смене коньков Да Категорически Потому что Здесь В дальнейшем Мы как бы вопрос Заточек Коснемся То есть У конька Есть точка опоры И если Допустим Размер Как бы Конька Больше размер Ноги То Точка опоры Задвигается Вперед Вот игроков У нас Сегодня снимали Старший мальчик Катался То есть У него точка опоры Вот здесь Впереди Его постоянно Заваливает Вот И он Не может Как бы Собрать себя Отсюда Корявые повороты Корявые Прохождения Поворотов Особенно Спиной То есть Ну Просто Ужасная Техника Но тут Одно заодно Цепляется Рассказывать Можно Долго Карбон ЧМ хорош Он с одной стороны Быстро стынет Но скорость Уже сможем Померить С другой стороны До Полного Остекленения Когда он Становится Жестким Максимально Сейчас Да Он сейчас Еще Теплый Вот И сейчас Он еще Будет принимать Форму ноги То есть Мы сунем А когда Стекленеет И чем он Хорош То есть После этого Он уже Не разваливается Все Он оставляет Форму Навсегда Существует Точка Вращения В свое время Разработчик И родоначальник Фирмы Вот этой Тру Которая делает Как раз Коньки по ноге Ван Хорн Он сам Из конькобежного Спорта Выходец Голландец Конькобежный Спорт Шорттрек Он писал Статью На предмет Точки Вращения Но он Касался Изначально Узла Вот этого Узла Вращающегося До Лезвия Конькобежных Коньков Которые Отстегиваются Кляп Так называемые Вот И он Как бы Рассчитывал Экспериментировал То есть Куда поставить Вперед Назад Вперед Назад Но конек У нас В любом Случае При постановке На лед Он вращается Хотим мы Того Или нет То есть Мы ставим На коромысло Потом Там снова Потом Во время Проката Мы упираемся И вот Существует ТЦМ Оно Немножко Не в этом Оно В конструкции Конька Именно Соотношение И в углах Пяточной Части Передней Части И самое главное Вот этого Свода Вот здесь То есть Вот и соотношение Вот этих трех частей То есть Получается так Что В Бауэре Как бы Игрок Немножко Едет вперед Но постоянно Съезжает Как будто А здесь У него Лежит Плашмя Пятка И лежит Плашмя Передняя часть Многие ребята Говорят Когда переходит Бауэрн ТЦМ Что якобы Вот у них Назад Начинает Да-да-да Их начинает Не назад Их начинает Точно сажать То есть Вот они Точно На коньке Да-да-да Пересаживаются ТЦМ И оно Как бы Начинает Ребята Точно Упираются То есть Он упирается Всей стопой Одновременно И пяткой И серединой И передней Частью То есть Он давит Всей стопой Но эффект Он примерно Как качественный Женский туфль На высоком каблуке То есть Вот приблизительно Женщины Когда ходят На огромных шпильках Они же не съезжают Вперед Потому что Это будет Очень неудобно Вот Они именно Как бы ходят Стоят твердо Да Там С хитрой формой Но Вот здесь Примерно То же самое Реализовано Именно в таком виде Во-первых Посадка При которой Не забиваются Мышцы Во-вторых Каткость Биомеханик То есть Конек Бежит по дороге Можно сравнить С качественным велосипедом То есть Велосипед за много тысяч долларов Вот Ну люди садятся Педаль нажал И он бежит Просто бежит Вот И здесь то же самое Они начинают Как бы сами катить И точность отталкивания То есть Человек Без особых Каких-то усилий Осовой подготовки Он попадает Он попадает Ну это коньковежный термин Такой Попадает в отталкивание Именно Вот он давит Туда куда надо То есть Он не мажет То есть Возможно Если бы Конор Макдэвид Катался бы На Бауэрах То у него Скорость была бы Немного меньше Чем Наверное Немного меньше Да Я думаю Что ЦЦМ Играет роль И громадную Играет роль Но здесь Ну конечно Конечно Да Ведь катается На ЦЦМ И Дацук И Панарин И кто Даже Подкользин Сейчас сменил И правильно сделал Кстати Тоже Романов Сейчас пробует Вот Ну конечно Потому что Раньше на этих коньках Вообще никто катался Ну да Тебе более лояльно Особенно молодняк Относятся А тут все просто Они же варятся В одном Как бы этом В одном колхозе В одном соку И смотрят Друг на друга Это нормально Ребята В любом виде спорта Они ищут Что лучше Как пытаются Перенять Ничего такого Здесь нет Вот И Ну вообще ЦЦМ Они всегда были Единственная Модель Вот Джетспитовская Вот сейчас ФТшки идут Вот Другая Ветвь Такие черные С красным Которые Вот они немножко Ну лучше Бауэр Но чуть-чуть Послабее Вот этих И вот модель Перед ними Джетспитовская Вот она была слабая Мы их звали Утюги И они вот Как бы сажали Как раз Вот о чем говорил Сажали на пятки То есть вот Отваливали Сажали как бы На задние лапы Пацаны отмечали Стартовать очень тяжело То есть вот Старт Как будто ноги ввязнут Сейчас еще немножко Да это краска Да Самая обычная Отлыбка Да Ну я думаю Два попадания шайбы И в общем Будет здесь И здесь Коньки Очень Вот где-то Ну да Вот Этот Кто-то из Тоже блогеров Выкладывал Говорит Вот там Повреждения Но что-то С карбоном Они выкладывают Но это именно Облетает лак То есть Это сверху Покрытый лаком Карбон Клей И ткань Где-то там У нас кстати По-моему Куски карбона Есть Ну бог с ним Ну-ка Одеть Что из этого Вылет Объединю Да Можно там А можно здесь В принципе А вон И чехол Есть Сейчас Чехол Оденем Да не пугайтесь Но в любом случае Призываю Не пугаться Что если что-то Не так Подкорректировать Это вообще Проблем Не составляет Никаких Давай Может внутри Подснять Да Вот таком они Я в них вообще Влезу Да Но не первый Не первый Ты не первый Больше сотни Больше сотни Наверное Тоньков Пожел Ну да Что-то они такие Тяжелые Как будто Стали На выру Нет Это Может быть Сначала Засовываются Засовываются Пальцы До конца Потом Опускаются Проваливаются Пятки Ну это опять же Только по началу А потом Уже Легче А потом По любому Паралон Внутри Обляжется Резина Обляжется Пальцы До конца Прямо туда Да смелее Смелее Засовывай Пихай Пихай Да вот собственно И все Посиди немножко Ну в двух словах Скажите Да это Ща позже Сделаем Но че Как оно Ну в двух словах Чувствую Что полностью Лога сейчас Облепила Ну должен стать Конек Должен стать Продолжением Ноги Все борются За это Да ничего Вот посидеть Да А ща положим Положим Пока Ник закладывает Не Посиди Спокойно Пусть Коньки Подумают Я в них подумаю Друг другу Привыкаете Ну а ничего Ничего Такого Тут нет Не переначивающее Ощущение Наоборот Что я сел В новые Коньки Которые еще Не расформованы Узкие Главное Чтобы не давило Сюда У меня Само собой Один раз Брусит был Из-за Этих Бауэр АПХ У меня был Здесь вопрос Что такое Что Иногда Шишка На шишки Или выше Шишки На шишки Ну опять же Это надгреть Их Выдавливать Я несколько раз Думаю Это все делал Ну Несколько раз Печки Ну вот Это вот так Ну давай Я его пока снимаю Если все Таких вот прям Жалоб нет Нигде ничего Не впивается Ни лютой смертью Там Не все Ну все А как сказать Если Это надо на льду Смотреть Нет Вот конкретно Сейчас Вот то есть Ничего Такого нет Что прям Вот Хочешь скинуть Скорее Ну по бокам Ну по бокам Сейчас поживем Увидим Да Так Все Снимай Первый А вот по размеру По длине Сейчас посмотрим Надо же снять Как тут Смотри А все просто Берем Да зачем Да Ногт Ногт Старый Дедовский Способ Ну конечно Это не твой Размер Разумеется Это огромные Коньки Которые По идее Надо менять И тренироваться Так нельзя Это на два Размера Больше Вот Можете Снять То есть Это очень Много Вообще Это очень Много Вот И дело Просто Все в том Что Они Значит Не Не могут Реализовать Не могут Тебя Сами себя Показать Вот Насколько Они Максимальный Потенциал То За что Боролись Производители То есть Они Что-то Там Рассчитывают Думают Я И так На два Размера Меньше Чем Обычно До этого Катался Еще Больше Ну Спасибо Ну тут Ребят Че Че Сказать Вот У меня Жена Нога Упирается Она Сейчас Мы Завяжем Она Не будет Упираться Она Повиснет Тут Понимаете Как Ванхорн Ну почему Платят Деньги Такие Большие За Коньки По Ноге То есть Ванхорн То Делает По Ноге Но Он Что Делает Он Немножко Закладывает Припуск Вперед Там Ну на Пол Сантиметра Где-то Мы В своих Коньках Заложили У нас Перед Вот Эта Часть Пластмассовая Но она У нас Не Пластмассовая Карбон То есть Ее Пробить Практически Но Наверное Даже В СПМ Нереально Ну то есть Эта резина И в России Не производит К сожалению Она Дороже Карбона Это Самый Дорогой Расходник При Изготовлении Коньков Вот Эта Резина И Она Как бы Имеет Свойства Все Очень Просто Одеваешь Она Сжимается Снимаешь Она Разжимается До Прошлого Состояния Я Видел Коньки Которым 20 лет Конькобежные И она Не потеряла Своих Свойств За 20 лет Постоянной Эксплуатации Дорогой Очень Такой Материал Ну вот Пускай Пока Отдыхает Сделаем Второй Это Сорок Это Кстати Какой Семь А не знаю Ну Нага Маленькая Я вижу Ну Факт Что Наверное Что Там Не вижу Ну А ты Говоришь Язык Сменял Там Наверное Нет Ну Ладно Бог Но Факт Что Надо Брать Меньше Однозначно То Если Какой Надо Брать 6 По-русски Что Это Будет 7 Семь С 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 Вот Если Мы Опять же Говорим Про Точка Вращения То Соответственно Она Как бы Уведена Немножко Вперед То И Поэтому Они Коньки Не Могут Проявить Своих Вот Этих Лучших Качеств Правильных Качеств Это Если Мы Говорим Вообще О Катании То Что Ну Немножко Да Завязываешь Всю Шнуровку До Конца Шнуровку Ну Вообще Вот Здесь Можно Две Пропускать Смело В таком Вот Время Вообще Да Вообще Вот На С Первых Удобнее Ну Да Эти Дубовые С ними Надо Как Было Именно Они Мягче Такие Как Тапочки Ну Сейчас Попробуем Второй Что Из этого Выйдет Ну Чего Вы А имеет Смысл Если Размер Не То Все равно Нет Во-первых Лучше Однозначно В любом Случай Лучше Во-вторых Да Собственно Хоть Поймешь Как Конек Должен Работать Это Что Получается По-русски 41 Ну Значит Нога 39 Один Из Самых Маленьких Размеров Который Слак В Магазин Продается Да Почему Вон Здесь Продается В Сургуте Не Я не призываю Бежать Сейчас Купить Нет Почему Детский Идет От 37 37 И ниже Один Продается Да Есть Как раз Маленький Размер 39 Есть То есть Ну Как говорится Красиво жить Не запретишь Попробовать Можно Ну Ну Мне кажется Я даже Не залезу Реально Ради Интереса Можно Но съездить Померить Поглядеть Почему Нет Ну Да Он Я думаю Будет Не против Да Поглядим Сейчас Не по месяц Кто же Как Говорит Кто же Заставляет И тут Ну Главный вопрос Опять Главная претензия Это не К игроку Не к тому Кто купил А к тому Кто подбирал К тому Кто Как бы Вот Предлагал Вот Это Мы Боремся С Родители Ездят То есть Ну Родитель Среднестатистический Родитель Он Не должен В этом Глубоко Разбираться Ему Должны Померить Нормально А И меряют Вот Именно Так Вот Еще Раз Как бы Это Вот Мы Тренеры Как бы С очень Большими Претензиями К Продавцам Вот Продавцам Магазине То есть Подбор Коньков Но Настолько Удручающим Состояние Уровень Продавцов Ну Не всех Разумеется Не всех Но В большинстве Своем Это Ну Вообще Это Что-то С чем-то Вот На расстоянии Где-то Сантиметров Пять Изначально То есть Когда мы Пытаемся И особенно С холода Если Погреть Потом Я Чуть Выше Ну Не на Максимум И Фен Не на Максимум И То есть Аккуратно Ну И Естественно Я Смотрю Чтобы Не Как я Делал Этому Рязанскому Защитнику В Рязани Манатсан Засунул Засунул Посмотрел Увидел Он Сжатый Засунул Ой Как Хорошо Засунул Засунул Он такой, ты на пятнадцатом, чё? Жесть, ты чё с ума нашёл, братан, ты закончил, а из-за этого всё нормально катался, играл бы. И такой, говорит, попробуй. Двадцать пять сначала, а потом двадцать восьмой. Он на двадцать восьмом катается и говорит, что это намного проще, легче, ты не врезаешься, не затрагиваешь столько сил. И я ещё чувствую, что упражнение надо было показывать, сильно врезаюсь реально в лёд. Наточил, тогда у меня ещё баура были, да, двадцать пятый. Смотрю, почти ничего не изменилось по ощущениям. Ну, катить стало легче, врезаться я стал меньше. И такой, блин, почему мне об этом не сказали в детстве, когда я был маленький? Почему я всю жизнь, чёрт возьми, мучился и врезался в эти улитки, наоборот? Да, двадцать восьмой ещё удобнее стало. Я такой, ну всё, кайф вообще. Так, да, ну, значит, у нас в Блэкстоуном, по-любнике, теперь у неё не упаковано, поэтому, может, проще. Смотрите, значит, дедушный кособ, кстати, когда вы где-то поточили коньки в любом месте, сразу проверяете на стекло, лучше на зеркало. Конёк должен плавно перекатываться с носка до пятки, но это вот слишком круглый. Слишком круглый, мы сделаем его немножко по положу, но нет перестука. И это хорошо. Вот как только тук-тук, а если, не дай бог, три раза, то тук. Всё, значит, беда сразу перетачивает, сразу. Вот, а это нормально, заточка, ну, терпимо, скажем так. Ну, здесь мне вообще почти ничего не делали. Вот новые коньки были, мне один и два раза просто поточили. Вот тут как раз можно сказать спасибо производителям коньков, то есть они делают так, что это удобно всем. Круглые заточки, ну, встал и поехал, в общем-то. А уже там кто привередничает, тот валится. Кому чего надо, тот и. Есть инструмент, я смотрю сейчас последнее видео, ребята стали такие, стал про шарп такой же делать, индикатор 29, ну, ищем посередине 14,5. Вот, стал делать про шарп, вообще это тоже шорт-трековская тема конькобежная, то есть мы сейчас вот заказали как раз последний раз, вот, сделал закупку Дмитриевичем, и вот этот индикатор, он нам придет для шорт-трековских коньков, но мы можем пользоваться и на хоккейных коньках. Сейчас что? Это я определяю центр. Для чего? Для того, чтобы найти, собственно, точку опоры, конька, вот, 29 сантиметров длиной лезвия, 14,5, соответственно, середина, все просто. Мы не смещаем точки, тут дело какое-то, что смещение точек, ну, снова я повторюсь, в какой же раз, опять же, это конькобежная тема, но у нас конькобежная шорт-трековская, но, во-первых, у нас длинные лезвия, вот, во-вторых, все-таки соревнования проходят по понятной траектории, все время мы бежим в одну сторону, вот, и, соответственно, на длинном лезвии, плюс они гнутые, у нас есть где подыграться, чуть через носок, чуть через пятку, хоккей это все-таки предполагает универсализм, в первую очередь. И вот этот момент подзащитник, под нападающий, он на самом деле очень негативно сказывается, то есть одно лечит, другое калечит, вот, это первый момент. Второй момент, ну, насколько известно, у Макдэвида, у него, что, вроде бы, как точка смещена в сторону пятки, вот здесь, насколько видите, я могу приблизить, вот, регулировки, он станок такой, с виду простой, но на самом деле, насчитали там 18 регулировок, то есть можно крутить как угодно, в принципе, конек, вот. Так по итогу, Игорь Андреевич, никакие станки вообще категорически не рекомендуют. Про шарп. Про шарп. Какие? Ну, естественно, блокстолм. Ну, само-собие наше, вот это СЦМ. Блокстолм это вообще канадский рай, да? Ну да, есть что-то еще, кажется, я сейчас просто так на память не вспомню, вот, но это тоже... Ну, короче, вот эти автоматические про шарп, это самое главное. Ну, нежелательно, да. Я видел только в Тольятти, человек сумел этот про шарп приручить, он его перебрал, говорит, три раза. Много чего заменил, и, ну, то, что отличает мастера, то есть мы с ним разговаривали, тоже вот так и так, там не повторяет желоб, он говорит, все повторяет, все, давай, вот, ставим, прогоняем, сверху, все, раз, проверили, как раз у меня был микрометр индикатор, повтори, ну, все, повторил, говорит, нет, давай ставь еще один конек, еще проверить, третий конек, ставь, давай проверим, все, повторил, в ноль, то есть вот, ну, как бы, в этом вот отличие. У нас тоже есть крушер, да? Да, он там, у меня кололом, может, его, когда объявление даем, пользуюсь случаем. Ну, интересно, а для чего вы вообще продаете? А для чего вообще-то делают брошары? Для чего их делают? А их же это, он автомат, в том плане, что точить прокатные коньки очень удобно. То есть там любой дурак может точить, посвященно, да, вставил во все. А вы даже прокатные, да, точите нормально? Ну, да, правда, да. Вы их не засовываете на брошары. Понимаете, как, они один раз их, это самое, поточил, вот, один раз откалибровал, и все, и больше, мастеру мы иногда говорим, что когда придете к своим мастерам, вот после, ну, профиль сделали где-то, мастеру скажите, что не надо ничего вытачивать, вытачивать, то есть просто освежить, едва касаясь. Ну, если конек не засажен, там, лютой смертью, то вот чуть-чуть, и вот едва-едва, да, чтоб искры почти не летели. Вот, все будет хорошо. Ну, и вот, собственно, говорим. Здесь конек точится вот так. Везде станок идет вдоль, да, а здесь поперек. Да, вот, вот я о чем говорил, вот это вот отличие, как раз это очень хорошо. То есть вот тут, когда работает поперек, он наиболее точно повторяет шаблон. Плюс я аккуратненько могу подавать руками. А я смотрю, первый раз такое, чтобы так аккуратненько начинали. Да, 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 да. Никуда не спешать. Вот у меня, и, наверное, у многих возникает вопрос все-таки. Где вы этому научились, и как вот научиться другим специалистам точить все правильно, делать все? Там, я на канале, там у себя говорили, это и шарфтрек все ведет, и оно даже не столько научится вот обращаться со станком, сколько отношения вот к этому, ко всему, понимание того, насколько это все очень важно и нужно. Вот эти вот точки опоры, прочие профиля. Вот поскольку в хоккейной среде, в общем, очень редко можно встретить понимание этого, к сожалению, большое. То есть у нас без этого даже... Примерно. А, знаете, чем качественнее заточка, тем дороже ее хватает. Ну, опять, хоккей-игра такая, то есть что можно, конечно, куда-то вылететь, там конек засадить очень сильно, но особенно мужчины-любители очень часто обнаруживают, вот хорошо поточив, спрофилировав двадцать девятым желобом. Елки-палки, второй месяц пошел, а я давно коньки не точил. Какой желоб мы сделали в итоге? А это не желоб, это профиль, то есть грубые заточки. А, ну я и вижу, что это пока все максимально грубое. В черновую, да. То есть мы здесь только, и здесь, да, подточили? Ну нет, вот середину мы срезали, как бы сняли, да? Да, я смотрю, просто они переливаются, видно даже вот, потому что черное, наверное, из-за этого видно. Ну да. Что здесь вот? Ну, сейчас второй сделаем. А, этот вообще без желоба, это просто... Конечно, это просто сняли, вот снял металл. Полщадочка. Ну, конечно. Ну, то есть, как это, площадка, площадка, это плата, более пологий, который надо выжигать каленым железом. Он стал поположе, но в любом случае полукруг. Как бы хочу развеять слухи, тоже говорят, что вот конькобежные лыжи, там, они плоские. Никогда они не бывают плоские, они всегда едва уловимые, длинные, длинные, мягкие, пологие полукруг. Плоские. Он желобок, да, типа? Нет, не желобок, от таска до пятки форма полукруга. Да нет, ну, таких пока еще не сыграю. Здесь пока до таких можно только хорошо. Был у нас случай, мы всасывали, принесли 40 кварт точить. Ну, точнее, очень устал уже. И одному вот, один, короче, сделал желоб, да, второй забыл. Мне парень тоже едет, что-то еле-еле. Мы ему, вот это че, там, туда-сюда, как-то, почему? И вот дня два мы его так. А потом взяли, елки-палки, а он его уже почти гладкий, он у него стал, то есть вообще, ну, в облет вот он его отшлифовал. Гриббарк как-то катался, но... Она была чиста, значит, не боишься. Плывись на скайлис пятки, то есть первым касанием. Ну, вот у вторых огромный шаг и неточность. То есть чем меньше шаг, тем лучше. Я бы, ну, так, придраться немножко в полюс нашего станка, так сказать, еще более тонкий круг по сравнению с Blackstone. Blackstone толстый круг, и все-таки, ну, это такая вот маленькая деталька, но вот, тем не менее. Так, наш Пубок пришел. Прекрасная машина. Да, конечно, да, конечно, лучше найти человека, который, да, это либо Blackstone, либо... А вот детям какую радио рекомендуется? Ну, вы знаете, мы как бы стоим на том, что большой разницы, да, большой разницы нет ни в возрасте, ни в весе, там, ни в антропометрии, то есть это четвертый профиль, но и опять, если кроме прошарпано уж ничего нет, то это 3,96 прошарповские, вот, и... Да, мы точим 29-й, желоб точим 29-й. Если, короче, чуть-чуть не так, мы попробуем меньше. В общем, мы вас не заставляем никого точить так, но рекомендуем хотя бы попробовать. Потому что, я лично на себе тоже убедился, кстати, очень часто вы в Инстаграме пишите, какой желоб, какой желоб, вот, у меня вообще реально сейчас будет 29-й желоб. Здесь, понимаете, еще как, то есть говорят, срывает, но опять срывает тогда, когда неровный профиль, либо яма, либо площадка, то есть он, он не на точке опора конек стоит, а на двух точках. Для коньков, особенно для шоктрека, это вообще кошмарный сон. То есть если две точки, это ужас, бежать невозможно, все, ничего не покажешь. Вот, то есть, когда он на точке, вот точка, мы можем сделать все, что хочешь, две точки, уже все, уже никак. И вот в этот момент он начинает срывать, игрок ложится, начинает поворачивать, и две точки врезаются в лед, конек срывает. Точит глубже желоба, но толку от этого. Кстати, а 29-й можно на прошарпе попросить сделать? Ну, так я не знаю, сделаю. Или он будет не очень. Не знаю, не знаю, я к прошарпу как бы плохо отношу. Вот. Но у нас, да, наш заточник, о, 29-й, поточи. Давай, держите. Вот, люди уже, в общем, ставят профессионалы. А это что, это самый обычный, истанул для, вот, самый обычный, ЦЦМ, вот, это для, как раз для желоба. Вот, сейчас Богу сделает, вот он, сейчас отрегулирует, и скажет, что он хочет, он хочет, вратарь, вот. А ведь, как он был, сейчас, до 25-й, до 23-й, и все. Ну, вот видите, вот эту процедуру, которую очень не любят, как бы, часто штатные заточники, вот, то, что он сейчас делал. Конечно, в камне-то, на разу было, расходно потерял. Поэтому, если вы просили, какой-то определенный желоб, и заточник, даже не, подрегулировал, ничего там, не подточил, и, точно, как там было, то, поверьте, ощущения, быть, незабываемые на льду, которых вы еще не спутывали. Я, кстати, тоже, клянусь, вот часто выходил, и каждый раз заточник была разная. Я думал, какого хрена, вроде, точу на одном станке, говорю, один и тот же желоб, даже он написал на этом. Все время покажу, разные. Я думал, как повезет, да, одну игру вы, легонько катаюсь хорошо, а другую жестко. Ну, что? Поэтому, будьте внимательны. И не в обиду, да, точильщикам, но, старайтесь тоже выполнять эту работу. Снимаем свой хлеб, да, вакуумение. Вот аккуратно он находит, как-то центр. Ну, он уже в том, как балансированный, здесь без голодных процедур. Вот, если едва касается, едва касается, не упирается, прям аккуратненько, аккуратненько. Вот, и все. Таким образом, как раз сохраняется профиль, то есть, как бы броня, ничего не вытачивая, а по-моему, просто, что-то, не вытачивая. Так, не может, что ли? А вот, да. Ну, как-то, вот, что-то, хотим, чтобы провести мастер-классы, сборы, для детей, ледовый, чтобы в Косе России приехали. Такие мастера мы сами, что-то, а так приглашались, если у нас козлочевский крест. Ну, приглашали. Да нет, у нас цель надо, чтобы, в целом, российский хоккей развивался, поэтому, ну, адекватные люди не будут открывать, при этом, с калом, и на гроб. Вам лучше, когда им гроб приехал, как там на двор, уже с подготовленными, нормальными комиками, то есть. И вы сразу респектуете ему и клубу. Вот, да, очень рекомендую проверять остроту. Вот, да, еще момент, вот увидите, я снимаю под черной краски, снимаю камни, но, чтобы было понимание, то есть, вопрос, снимают краску, прочее, это все полное, и вот она просто от, ну, от чего-то. И когда говорят, что это там карбонирование, есть лезвие с карбонированием, но это немножко другая технология, все более серьезная, здесь простая краска. Поэтому, несмотря на то, что черное лезвие стоит дороже, мы их как бы предпочитаем серебристые лезвия, вот, самые обычные. Металл тот же самый, металл одинаковый, никаких. Как вы же, рекомендую здесь проверять остроту? Вот, у меня, у меня батя так проверял, да, да, серовский способ. и смотреть конек, сорван или не сорван, то есть вот по ребру, когда это покатались, проскальзывают, по ребру, идет по стропу, по ребру, как будто нифть серебристая, такая, ну, где-то вот так. Я знаю, да, 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 такой большой заусенец, как будто, да? Да, конек подсорван. То есть бывает заусенца, бывает как бы снят край, как будто снят край конька. Вот еще момент. Грань, да, повредена ребра? Да, очень как бы рекомендую игрокам тоже иметь камешек обязательно. А что лучше, камешек или рогатка? Камешек, рогатки нельзя, потому что рогатка заваливает кронки, то есть вот таким вот образом она стоит вот так. Сваливает. И такое явление, может кто-то как бы у себя чувствовал, что в один прекрасный день заусенцы перестают сниматься, то есть игрок двигает-двигает заусенцы на месте, двигает-двигает заусенцы на месте. А это просто он стал ну как бы трапециевидной формой, А, то есть заточилась, конечно. Конечно, архием и рогаткой, да, 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 да. Поэтому можно не давать, и на рогатке неправильное изобретение. А для чего тогда тоже ее делает? Это маркетинговый ход? Ну да, скорее всего. Потому что ей удобнее. Ну, удобнее, быстрее. Да, там, что всегда, вот борота на рогатке есть. Ну, камень, дорогие, алмазные камни. Камни для выравнивания конторного мыша. Очень хорошие. Ну, на камне лучше не экономить, то есть это такая штука, если не в промышленных, вот так, в масштабах, то... Спасибо. Вот, если не в промышленных масштабах, ну вот, да, снимите прекрасно, как получилось. Вот, спасибо огромное. Ну, сейчас посмотрим, как она нормально пойдет. Это самое важное. Да, да. Это, конечно, результат, да. отформовали, заточили. У нас трое человек техников, они все умеют, как бы... Вы их обучали? Ну, да, не то, чтобы обучало, немножко пацаны. Обучало, обучало. Сами, как бы, перенимали. Скромняга. Вот у вас на постоянной основе проходят сборы. К вам приезжают и расскажите, хоть у кого-нибудь бывает, бывает, точка, или поголовная, как правило? Бывает, но очень редко. Ну, опять, москвичей мы передаем с рук на руки, вот таким же образом коллегу. Олег, как бы, сейчас... Олег, точит, от Олега мы уверены, мы даже не проверяем. То есть, мне не можно вот у Олега дошлить и все? Да, и даже... когда, если говорят, что от Олега, я никогда ничего не проверяю, и там все хорошо. Ну, надеемся. Надеюсь, мы говорим об одном человеке, может, там просто две смены работают. Второй человек и его ученик, насколько я понимаю. Это вот Спорттехарена, да? Спорттехарена, Спартак, который на плане, наверху, на севере. Он, насколько я понимаю, Олег живет где-то рядом, даже приехали, его не застали, то позвоните, он приезжает, ну, приходит даже. Ну, кстати, реально, что же, я заметил, когда отучил, первый такой точильщик, который трепетно спросил, ну, что, как оно, ну, спрашивал, и потом говорит, ой, если что-то будет не так, давай я тебе перетачу сразу. Вот, когда я такой народ пошел, с любителем просто катаюсь, я любитель, вообще, нахер мне это не надо, ну, я не профессионал, грубо говоря, а он все равно старался подобрать все. Сменировка, имеет какое-то значение правильно? Имеет, снизу, вставлять надо снизу, надо вставлять сверху. Это я знаю, классическое. И тогда хорошо и правильно затягивается станелка, и все. Я еще люблю, когда вот идеально они учатся, друг по другу. Да, ну, это уже такая эстетика, но, да. Так и не только эстетика, клянусь, дольше они так держатся и не рвутся. Серьезно? Если вот они ровно, то они не рвутся годами, шнурки, а если вот они чуть-чуть... Да, шнурки с пропиткой, вот эти шнурки хорошие, а шнурки с пропиткой порой тоже детям вот ставят, но дело, вот как бы они дольше держат вот завязку. завязку дольше держат, только мама, а тем более ребенок, им очень тяжело их завязать, самостоятельно в раздевалке затянуть, они выходят на незавязанных коньках, и там мама оставляет свои маникюры, и, в общем-то, и руки, и все, кошмар такой. То есть, ну, может быть, для взрослых людей, там, для взрослых игроков это имеет смысл какой-то, но дитю, потом у него не такой большой вес, чтобы там прям вот, это самое, вот, чтобы они развязывались, в мгновенном, вот, ну, вот, сделаем без двух, любят, изначально посмотрим, как будет. А вот, а, 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 обрезать, как ни странно, остаточное можно двумя петлями завязать, бантик, вот, вот, и вот, до такого состояния. А вот, кто к вам на сборы, при жизни тренировки, вы им всем формуете? Стараюсь всем, да, вот, у нас лежат коньки маленькие, совсем маленьких размеров, и даже вот такой, вот, самый простой, вот, этот вариант, мы стараемся. даже, якобы, в печке не формуется. Да, в печке-то оно не формуется, но если вот разогреть конкретную часть, то есть, и так поусить, и посидеть, то, вот, тот же супинатор можно вылепить. Ну, конечно, не так, как здесь, но... Сколько процентов довольных после формовки? Да, почти все, наверное, я не знаю, люди, но люди, как были, которые говорили, что потом все-таки, в одном где-то месте, там, вот здесь, вот, ну, мне давит, это уж я сам погрел, вот так, я задаю вопрос, говорю, ну, что, получается плохо, нет, 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 хорошо, но только вот в этом месте, вот, немножко вот так, а в остальном стало намного лучше. Ну, если кто-то есть недовольный, они, наверное, в комментариях напишут, что же, но пока не было, пока вроде даже как-то вот за глаза никто не говорил, что плохо. Вы поверьте, я думаю, в этом выпуске, вы, да, вы рискуете получить хорошую критику, потому что все-таки вы заявляете на самую большую общественную скокейную ютубу на нашем канале двухс spoons. Дело такое, мы бы обошлись бы как бы без общественного резонанса, ну, то есть, общественный резонансон от того, что, ну, огромное количество ребят, да, огромное количество ребят, к сожалению, то есть, они приезжают опять на сбор, все не от хорошей жизни, от того, что что-то не получается, что-то никак не выходит, и потом, когда favorite, что там у него под ногами, в общем, вообще непонятно, как он катался, то есть, его просто жалко становится игрока, вот, и часто, это не ребята не могут, а им не позволяет инвентарь. То есть как коньки подобраны, как там, ну это просто какой-то ужас. Ну а раньше-то вообще в советское время играли в валенках, в чём получится? Ну в советское время мы точно... А, ну в валенках-то на пруду играли. В чём играла сборная СССР, это, в общем-то, большой вопрос. Техники-то были. Так вот, я даже говорю про своё детство. Мне приходилось играть там в бэушных, в этих, ну особенно в начинающих группах и так далее. То есть о каких можно там размерах вы говорите, размер-размер, если приходилось играть. Кстати, вот заговорили, да, бэушный, не самый плохой вариант. Если хорошая модель, допустим, вот эта модель там бэу, ну и вполне, пожалуйста, бери. Особенно, короче, маленьким детям, у которых размер на гиле меняется каждый месяц. Да, потому что, понимаете, бывает так, что тоже, конечно, надо поменять коньки, а игрок на чём-то серьёзном. Ну там, малыш там тысяч за 20 что-то купил, отец говорит, что с ума сошёл, я там что-то денег отдал. Задаёшь вопрос, а зачем ты за 20 тысяч купил, для чего? Ну купи... Короче, в маленьком возрасте вообще не имеет смысла покупать самые топовые модели. Конечно, они ничего не дают. Вот у маленьких детей вообще, как часто коньки им нужно менять? Раз в полгода? Это как вырастить нога. Вот нога же реально очень быстро растёт. Не у всех. Были игроки, которые не меняли по три года. Короче, нужно это внимательно отслеживать. Надо смотреть, да. А потом вдруг, да, вот у Сашки, у Александра, сына Дмитрия тоже. То у него за три месяца три размера. Причём полноценно новый, супертакс. Меняли. А сейчас не растёт. Всё, закончил расти. Мне тоже всегда на размерочек больше брали, чтобы сэкономить деньги. Ну мы жили бы в другом, немножко в другое время. В коньках была точно та же самая ситуация. То есть если... Так я вот говорю, сейчас я катаюсь на 7,5. До этого катался вообще на 8. Так, это вот один. Сейчас ставим второй шнурок и чего? И в путь. Попробуем, что это будет. Петерпал. Может сначала на массовом катании. Может, кстати, выйти прямо сейчас показаться? Да, пройдуй, да. Посмотреть, да. Если вдруг что-то поджимает, он сейчас подогреет. Чем хороши как раз визиты к Олегу. То есть если там лёд свободен, и где-то перед, там, пять минут после заливки он позволяет попробовать всегда. Если есть возможность, пожалуйста, приходите, пробуйте. Можно попробовать что-то, скорректировать. Вот. И ничего такого тут нет. Вот. Если что-то вдруг не получилось, он как бы, он всегда стоит, смотрит. И как бы, он всегда позволяет.